Внимание, говорит Москва, показывает Нижний Новгород, ГРК Нагорный в ожидании очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. Торпеда продолжает серию домашних матчей и игрой против Минского Динамо эту серию Нижегородцы завершают. С нами Павел Перепихин, тренер Минского Динамо. Павел Викторович, в чем есть ли какая-то особенная важность сегодняшней встречи для вашей команды? Ну, мы проиграли несколько игр и теперь для нас уже любая игра важная. В любом случае, мы близко по таблице находимся и в любом случае, это, наверное, игра за 4 очка для нас. То есть, в первую очередь, турнирным положением диктуется ваш настрой на игру? Ну, конечно. Хотим выиграть каждую игру, но особенно после нескольких поражений. Игорь Николаевич, спустя 4 матча мы видим Дэнни Бокуна, спустя 12 матчей мы видим Славу Войнова. Прокомментируйте их возвращение. Ну, знаете, мы взяли время, не спешили, не форсировали Славу после травмы, посмотрели его в тренировках. Он давно рвался в бой, но мы не давали возможности ему сфорсировать подготовку. Поэтому сегодня он готов. И мы рады, что он возвращается. Дэнни Бокун, естественно, большая мотивация играть против Динавы Минска. Вот, тоже готов. И только с этим связаны перестановки. Егор Виноградов, забросивший единственную шайбу в предыдущем матче Нижегородского торпеда, когда они здесь же проиграли ЦСКА на момент. Это незаменимый игрок, особенно для брасли в собственной зоне. А вот на ваших экранах повтор броска Линча. Оторвался он от своего присоединения. Смотри, как рядом. Это Фирстов. Отличный слава приема. Опасный момент у ворот Кульбакова. Эмилтон. Атаку. Абрамов. Атанасов. Бросает. Продолжает игру Нижегородцев. И защитники Дмитрий Бреус и Данил Бок. Игорь Лорионов играет в три пары защитников. И, соответственно, у него в заявке 13 нападающих. Внимание. НС. Никита Шавин еще сегодня в заявке у торпедовцев. НС. Сейчас такой разминочный бросок для Тихомирова. Строится позиционная атака торпеда. Трое здесь, уверенно. Но вот хорошее продолжение было найдено, потому что защитник предложил себя на противоположном фланге. И защитник врезается в ворота. Это Джошуа Брук. С Кульбаковым-то все нормально. Мечтаете о балконе с панорамным видом? Посмотрите квартиры на самолет.ру Застройщик номер один. Самолет. Парень окружает фрибэн для новых игроков. Ну, действительно, по ситуации. Вот здесь можно было защитников рейтинговать, что и сделали нижегородцы. Летунов. В итоге в чужой зоне шайбы завладели. Не разъехались Фирстов с Вячеславом Войном. Вот, посмотрите внимание, сыграл здорово Клюшко. И уже с помощью этой мелкой передачи выявили Летунову на убойную позицию. Но вот не решился на пас. Вот сюда, в сторону Сэма Эннесса Горбунов. Транзитом через защитник этот перевод уже состоялся. И Сэм Эннесса. Кульбаков здорово зафиксировал шайбу, поймал ловушкой и не дал шагу. И вот... Снова Роман. 4-4 по вбрасываниям. Энесс. Здесь пространство, кстати, нижегородцы отдают периметр. Уже после того, как шайбу забрал себе Иван Кульбаков. Вот этот момент. Ну, это приблизительно то, что разыгрывает московская Динамо на пакета. Простреливает Уилл. Только здесь... Броскам мы не забываем, что нижегородцы вторая по результативности команды Лиги. Больше торпеда забросит только петербуржский скал. Внимание! Да, причем по этому сезону очень часто вижу во многих командах бросок от синей линии. Отличное закрывание. Шипачок. И передача на дальнюю штангу Кульбаков. Для того, чтобы шайбу эту зафиксировать. Причем этот бросок, мне кажется, был больше на подставление, а не для того, чтобы поразить ворота. Чуть-чуть неудобно пришла шайба Шипачок. Мне кажется, даже голова закружилась, потому что позиции потеряли. Ковгорение! Бросок! И шайба не прижата. Липский 1-0. Такие все друг по другу открывались. И в один момент просто контратака Кульбакову не сумел. Вот это первый случай в сегодняшнем матче, когда он не смог зафиксировать. Но и позиция у бросающего-нападающего Минского Динамо была убойная. И, конечно, отличная работа на пятаке. Да, тут немножечко Кульбакову не повезло, потому что он увидел шайбу, но дотянуться до нее не сумел. При своевременном переводе и при плеском броске. Причем, мне кажется, он задал тенденцию вообще в целом в лиге. Какой-то третий, четвертый попытка уже Горбунову. И вот, мне кажется, как ты сказал, у Хартли, Толчинский вместе с Шафрановым, они вот эту схему разыгрывали, и потом многие команды себя ее переняли. Его партнеры выстояли. Внимание, тут еще и контратака торпеда перспективная. Летунов, бросок, добивание, но вот такого калибра. Учаницы, в общем-то, где-то и отдают сопернику инициативу. Но сами прекрасно знают, за счет чего они могут создавать моменты у противоположных ворот. Потерял клюшку, как кисты говорят, потерял ложку. И очень тяжело браться. А еще он играет правым хватом. Евгений, вытекала ли пропущенная шайба из-за игровой ситуации, может быть, из хода матча? Спасибо. Да, пока что игра вообще не стыковывается. Надо больше иметь шайбу и играть в зоне в их ней. Поэтому надо что делать пока что. Ваш силовой прием после как раз этого гола – это эмоция или это диктовалось игровой ситуацией? Да просто злость. Хочется поймать шайбу и как-то отобрать ее. Не знаю, просто играю в игру и поэтому какой там после гола – просто очередная смена. Гордунов привез в эле. Ой, сколько свободного! Когарлицкий через борт. Летунов. Шайба осталась у него под ногами. Атанасов. Очень плохо. Ой-ой-ой, попадание Атанасова все-таки через небольшую паузу. Передача буквально на считанных сантиметрах друг от друга находились хоккеисты и сумели вывести Василия Атанасова на бросок. Ну и бросок, конечно, ювелирной точности. Да, это самое главное, как попал Василий Атанасов. Слушай, смотри, вот какую плотность создавали. Менчане обязательно выдвигались на игрока с шайбой. Такое соотношение по броскам по-прежнему преимущество по сравнению с гостей. Пинчук! Ого! Вот это попадание! Ничем не хуже, чем у Атанасова бросок. 2-1, Минск вновь лидер матча. Очень короткая, близкая к воротам. Но здесь из-под ног, но здесь гораздо дальше. И если бы не было вот этой помехи... И посмотрю, я, по-моему, даже от штанги шайба пересекла линию ворот. То есть это... Продвижение притормаживает Нижегородца. А это Горбунов. Он еще такой, знаешь, по-хорошему злой хоккеист. Энэс! Открыт партнер, когда он ее видит и когда еще соперник далеко. Садишвили. Да, здесь Садишвили улучшает себе позицию. Ну, и в прошлый раз отмечали, конечно, вот их активность при игре в меньшинстве, плотность. Сейчас они то же самое демонстрируют. Стараются максимально сокращать расстояние с игроками, у которых шайба. Такой зазор, такая дырочка, чтобы отдавать передачу на дальнюю. Вот. Не нанес травму, он не вывел человека из игры. Он просто махнул клюшкой. И сейчас ребята должны ловить на себе шайбу. Отдает долг своей команде. И здорово пооборонялся, вывел шайбу у Горбунова. Пинчук. Садятся уже нижегородцы. Гросс. А защитники поучаствовали в эпизоде. Ну, один из этих защитников там на синей линии. Ну, а здесь после проскать шайб попадает в Виталия Пинчука. Вот, видим, да? А, попадает в клюшку Гульбакову, конечно. Ну, да, либо отдавать шайбу тому, кто на скорости сам. Достаточно, что полегче будет нижегородцев по движению. Не совсем типично. Мороз здорово здесь брелся. Убрал на длинные руки. Отбрил. Что же, по позиции. Горбунов. В полном составе нижегородцев. Третьи большинство не реализовали Минчаню. Но атака-то продолжается. И Джордан Гросс выцарапывает шайбу. Сейчас Минск сумел закрепиться. А дальше-то что? Провело головокружительную атаку. Очень много перемещений. Там пара обороны была другая. Потому что Пинчук был на площадке. Защитники первой пары. Ну и, соответственно, звено. Горлитьев и Абрамов. Так, так, так. Добивание. Ковгареня. И Минчани-то отправляют шайбу в ворота. Но судья ее не засчитывает. И отправляет он и ту, и другую команду. Ударение. А сейчас посмотрим, что же произошло. Ну, видимо, вот этот вот силовой прием в спину. Да, там был дан свисток. Здесь, конечно, как слон в посудной лавке. Тимофей Ковгареня. Поэтому Дмитрий посчитал, что нет смысла бросать. Отыграл на Кагюшкова. Летунов. Каганлицкий. И здесь блокирует Брук. Позволяет навести такой же бросок, как наносил Василий Атанасов. Перстал. Бросок Абрамов. Видели Минчани, что здорово. По крайней мере, знают. И здорово выглядели при игре. Вот, наверное, единственный опасный момент. И причем ломается клюшка. А Угучерка пытался с лету. Ну, не повезло, наверное, быть чуть... Не успел. Нижегородцы выкинули ее подальше. Еще поборолся. Линч. Виноградов. Бросок. Интересно действует в атаке нижегородцев. При атаке сходу нападающий обязательно пытается хотя бы одного обыграть. Ну, чтобы получить чуть-чуть больше пространства. А вот момент. Борико. Пауза. И бросал в противоход. Либаков среагировал. Это спасение. Это достойнейшее спасение своего вратаря. Я думаю, что сейчас нижегородцы обязательно поблагодарят за это. Потеря за потерей в средней зоне. И контратаки. Постоянной контратаки. На горение в штангу попало. Посмотрите. И вот тут Кульбаков понимает, что надо заканчивать с этим безобразием. Надо игру останавливать. Полсмену в большинстве. Именно Артамонов Шайбу-то и потерял в средней зоне. Но это было раньше. Вот тот самый бросок Борикова в противоход. Так, повторяю, вытягивал. И вот. Вот это попадание. Кузнецов. Шайбу. Потерял. Кузнецов. Хэмилтон. Гол. 3-1. Минская «Динамо» забрасывает еще. Негодует. Но смотри, как же хитро бросил Хэмилтон. Причем шайба к нему пришла скачущая. Такая же шайба и пошла. Наверное, это и помогло Стишвиле отправить шайбу, находясь практически перед Кульбаковым, в верхний угол. Потому что катясь шайба. Очень тяжело ее было бы так поднять. И то, что вот она скакала, сыграла на руку. Риску значительно меньше, чем в эпизоде, когда ты выставляешь кружку в сторону. Минута 24 до перерыва. Пинчук. И 2-4 не упаковал в ворота нижегородцев. Помимо Хэмилтона, до конца передачи еще у Сергея Кузнецова, который там выставил под давлением несколько раз. Горбунов. Бросок. По сути, вот этот дополнительный игрок, который сейчас снимается у Минского Динамо, он дежурит там, подворотами. И это Пинчук. Закрывает видимость вратарю. 3 секунды успеет еще бросить. Бросок. Все. Сирена. 3-1 после 40 минут игры. Вот именно быстрый ответ на гол торпед насколько был важен для Динамо. Конечно, это хорошо, когда ты после пропущенной шайбы сразу в следующей смене забиваешь гол. Это добавляет уверенности. Главное не останавливаться, а играть в свою игру. Вы не остановились. И вот к вашему голову отражает ли он именно игровое преимущество Динамо? Ну, конечно, каждая смена играет в атаке. Мы бросаем поворотом где-то. Назревал, я думаю, этот гол. Забили. Хорошо. И очень плохо, очень тяжело ехал он на смену. Атака, опасная атака. Иребский-Горлицкий. Мы знаем бойцовские качества Горбунова и просто так он лежать на Альбову не будет. Значит, действительно попало серьезно. Досталось. Волков. Иребский смещается уже в двух воротах. Если так он лежать не будет, это точно. Бросок Пинчукан. И опять пятака. Без помех переправляет шайбу. Да, вот это как торпеда. Да, и вот это столкновение. Концовка. Игрок Минского Динамо. Но это побежал Виноградов. Виноградов вытаскивает Тихомирова. Не попадает. Смотрите. Ути к своим воротам. Баррикадирует просто эти подходы. Ну, здесь смотрите. И Виноградов. Там еще и смена пошла. И Виноградов ногами-ногами. Усаживает вратаря. И, кажется, бросает наверняка. Знаешь, такие моменты многие смотрят. Звучал. Люди улыбались. Это главное. Ну, команда проснулась с началом третьего периода. Виноградов. Виноградов. Бросок. Гол. Гол. Действует нижегородцы. Мы с тобой отмечали. И вроде бы неплохая передача давал Шипачев на своего защитника. Но перескочила. И уже Виноградов, мне кажется, ехал с таким ощущением. Сейчас точно да. Вот сейчас точно да. И здорово переиграл на неудобной высоте для голкипера под ловушку. Бросил шайбу. Мертвая зона для вратаря. Тяжело справиться с таким броском. И дистанция была отличнейшая. Липский. И вот ответ Минского Динамо. Липский. Передача. Ну, сложно, конечно, было такое обработание. Говоря уже о том, чтобы этот пас превратить затем уже в... Лайсман зафиксировал положение вне игры. А это опасный момент. Липского. Да, ну вот сейчас то, что необходимо Минчанам, паузу. Да, вот как раз торпеда цепи желательно вот эти паузы не допускать. Но еще не смотрим. Беларусы встретились в Нижнем Новгороде. И вот такой их эта встреча получилась. Вот так Кульбаков. Вот Кульбаков выручает. Оставляя щиток. Сейчас Гончарук, Тирстов и Почевалов вместе. Ох, как опасно. С неудобной руки были продолжать играть. Да, насквозь шайба пролетела. Вроде бы уже не опасный момент, да, но шайба всегда находит дырочку. Поймал шайбу на себя. Не забрасывая ее и не вступая в борьбу. Это вот опасный бросок Мобили Ильича. Причем... Ну все нормально. Продолжать игру. Артамонов, как он подключает Артамонов, ложится на боевой курс и сносит Тихомирова. Ну, потерял равновесие. Потому что такое ощущение, что он по скорости опережал своего и завеет. Но здесь какое-то дело в случае, да, не клюшкой, а шлемом в бедро. Такого правила у нас нет. Очень полезно. Играет 81-й номер. А ключевой очень просто. Многим командам в нашей лиге, вот может быть, опасно. Пинчук. Энос. Прицелился, бросил. Пинчук поборолся. Энос, добавка. Волка в гол. Вогнали. Засверкали, и Минчан вообще не видно было. Но торпедовцы, имея преимущество, забросят только одну шайбу. Ну, а здесь? Смотрите, все отскоки садом. То есть мощнее, здоровее. Руки длиннее, клюшки. И вот, смотрите. Показательный момент. Все пять игроков играли на своих местах Нижнего Новгорода. Но все бегали за шайбой. С Динамо сочи грамотно, конечно. Борьбу навязывают. И бросок по пустым воротам. Точно. 5-2. Это победа Минского Динамо. Да, окончательный приговор и обжалованию он не подлежит. Сергей Кузнецов. Правильные действия, правильная работа, организованная игра и дисциплина, наверное. Игорь Николаевич, заслуживает ли, на ваш взгляд, команда такого итога? Ну, здесь очень трудно прокомментировать, потому что были моменты, которые мы могли реализовать, могли спасти игру. К сожалению, удачи не было на нашей стороне. И соперник играл организованно, грамотно. И заслуженно победили. Дмитрий Вячеславович, заслуженно ли Динамо сегодня победила? Я думаю, да, мы победили заслуженно. В общем-то, вернули интригу в третьем периоде, но потом все-таки ребята дожали и хорошие голы забили. А на ваш взгляд, отражает ли счет 5-2 прямо такое кратное преимущество Динамо? Ну, что есть на табло, то есть на табло. Но еще раз говорю, мы сегодня играли неплохо. Ряд, минуточку, да? Парни, молодчики, хорошая игра. Да, Андрюха, красавец здесь, местный парень здесь. Победы! Отдыхаем там сегодня-завтра и потом возвращаемся к работе и все вместе трудимся дальше. Липа, первый гол, повели в счете, Липа дам. Актив. Мужики, молодчики, классная игра, показали характер. Давайте готовимся так же. Спасибо.